Иногда даже начинает причинять вред своему здоровью, чтобы опять попасть в больницу. И вот в чем сходство? Мы с вами так живем в нашей духовной жизни. Совершенно ничего не понимаем. Ведем себя безрассудно по отношению к своей душевной, духовной жизни. А какая добродетель является высшей, по мнению, церковью? Знаете ли вы? Нет. И вот мое обращение к вам, что мы ведем себя безрассудно, является подсказкой. Добродетель, высочайшая, по мнению, церковью, превосходящая все остальные, является рассудительностью. Ибо безрассудительности комментарий дальше дается. Всякое доброе дело может оказаться великим злом. И когда мы с вами приходим на историю и совершенно ничего не понимаем, что происходит, мы вдруг вспоминаем, что мы съели пирожок с мясом, вспоминаем, что смотрели телевизор, а сердце совершенно глухо, совершенно ничего не понимает и не слышит. И вот это основная наша с вами проблема и беда. Мы создаем иллюзию вокруг себя, духовной жизни. Ходим в храм, делаем все как надо, посещаем каждую воскресную литургию. И вроде бы, вот они там все погибают, а нам-то беспокоиться не о чем. Вот как раз таки, как бы не получилось, братья и сестры, чтобы слова евангельские Иисуса Христа, порождение Ехидны, кто сказал унижать будущего суда, как бы на нашей главе не оказались, что это не, как бы к нам не относились эти слова, что мы, оказывается, можем перед лицом Божьим быть, как те евреи, фарисеи, превозносящие себя, очищающие стлянницы, а душа, находящаяся в тяжелейшей форме, погибели. И вот если мы приходим на исповедь и совершаем формальную исповедь, называя «вечисляя грехи», то мы с вами на самом деле никогда плодов покаяния не ощутим. И для того, чтобы Господь простил, мы должны отдавать отчет тому, что же это такое. Если мы человека обидели, причинили ему греть, боль, то мы действительно стараемся загладить свою вину. Ищем возможность, как я могу сделать так, чтобы этот человек увидел мое раскаяние, что я действительно прошу его прощения. Если мы к нему подойдем, улыбнем, скажем, «Мой, прости, я виноват перед тобой». Человек подумает, что, наверное, мы не в себе. Наверное, мы что-то не понимаем. А вот мы именно так и поступаем, именно так себя и ведем. Господь хочет от нас, самого главного, все наши жертвы, крестный ход, это тоже жертва, такая же, как и билостыня нуждающихся, необходима для того, чтобы сердце свое смягчить, сделать Богу угодным. Наша с вами задача очень проста. Она описана в западе блаженства. Кто видит Бога? Помните? Блажение чистее сердце, на бытие Бога угодным. И вот наша пища должна очищать сердце. Часто мы ориентируемся на какие-то внешние признаки. Нам присвоили ННН, и мы начинаем с ним бороться. Очень легко бороться, действительно, с таким внешним врагом, который вот есть, и мы на него всю силу направляем. И мы с вами оказываемся в состоянии, когда лицо, истинное лицо врага не видим. Он нам предлагает муляж, и мы на него реагируем. А он с тыла заходит, и как даст нам хорошенько, и все. И вот наше отсутствие каких-нибудь маленьких побед в духовной сфере, в борьбе с врагом борода человечества, заключается в том, что мы, оказывается, не знаем, против кого боремся. Мы не знаем, какое оружие применять необходимо. И вот в этом наши с вами беды. А мы ориентируемся только на то, внешнее, что мы раздражаемся, что гневаемся. Вот очень полезно вам всем, братья и сестры, не полениться сегодня. И обратите внимание на одну небольшую табличку, висящую у выхода справа, около канона. Там, говорится, там такой небольшой диалог, происходящий между человеком и Богом. Когда человек обращается к Богу и просит у него конкретных прошений, а Господь ему, его прошения не удовлетворяет, и подытоживается. Вот прям не поленитесь, обратите внимание, около креста, около канона, сверху висит табличка, прочитайте ее. Она очень краткая и душе полезная. Если мы с вами подаем милостыню, а сердце скорбит от того, что мы даем не тем, кому надо, то и утрата для нас, как именно двойная. Утратили то, что имели ценное, и не получили награды, а то и того хуже, еще и осуждение приобретем себе за то, что поступает. И что касается воспитания детей, тоже, к сожалению, приходится констатировать трагическую вещь. Верующие люди, посещающие храм, настроенные так радикально, воспитывают своих детей точно так же и навязывают им свой огос мышлений. Называют им, помогают им называть какие-то, каких они греха хвиноватых. В этом отношении мне очень нравится обращение митрополита Антонио Сушицына, когда он говорит, разговаривает с младенцем отрыхом, я не знаю, который пришел к нему на исповедь. И ребенок начинает исповедовать грехи, а отец, владыка Антонио, спрашивает его, а исповедь чья? Твоя или родитель, тебе сказали, что вы этих грехах не навыли? Это мне мама сказала, подсказывает ребенок. И ребенок совершенно не понимает. Ребенка можно начинать воспитывать с младенчества, готовить к посту. И ребенок с младенчества, с отрочества должен поститься. Но его пост заключается не в том, в чем заключается пост для взрослых. мы постимся с вами, не вкушая мясного и молочного, для того, чтобы усмирить свою плоть. Если ребенок мал, и ему нужно формироваться телом, ограничивая его молочным продуктом, мясным, мы ему причиним большой вред. ни о каком возбуждении плоти и речи не идет у младенцев. Но их пост все равно есть. Он заключается в ограничении сладостей, в ограничении просмотров передач развлекательных, игр в компьютер. И вот ребенок должен знать, что такое на самом деле пост. Это не просто я сегодня буду ходить и облизываться вокруг куска мяса. А это действительно внутренняя духовная борьба. И эту борьбу ребенок может знать. И в целом мы детям должны относиться к такой же личности, как и любой другой человек. Есть у нас знакомые, друзья, подруги, и мы с ними ведем себя на равных. Мы никогда себя не превозносим. Что касается детей, мы очень часто злоупотребляем своими положениями. Мы взрослые, а вы давайте наслушайтесь и все. Ребенок должен видеть, почему он должен слушаться взрослым. Потому что у взрослого человека, у родителей опыт жизни, я не знаю. И позиция наша с вами должна быть именно такова. Что я хотел бы, чтобы ребенок жил так, как ему хочется, но в результате вырастет эгоист. Вырастет человек, не готовый к встрече с всеми событиями встречающимися у человека на пути. И мы вынуждены его воспитывать и даже может быть заниматься воспитанием с такими наказаниями физическими, но для того, чтобы ребенок сделал человеком с большим буквами. И вот все это необходимо, это все очень взросленно. И нет никакого различия между тем, что я назову конкретные грехи и между тем, что я вообще не понимаю, что же не делать дальше. я живу как замыленные глаза. Мы с вами ходим, 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 включаем, включаем клавишу светильника и не видим, что она уже у нас такая вся замыленная, засоленная. И люди приходят и говорят, что же у вас так грязно? Что же вы тут не помоете, не почистите? А мы это же не видим. И вот наше состояние духовное именно такое. Мы не знаем, что такое и происходит. Мы не проверяем свое духовное состояние. Мы очень хорошо знаем, что существуют такие процедуры, как словерность, когда приборы высокой точности перепроверяются, отправляются в лаборатории соответствующие на подтверждение того, что они правильно показываются. И вот наше духовное состояние тоже необходимо постоянно поверять, туда я иду, тому ли я служу, кто является действительно Богом. Может быть я служу не Богу, а своим страстям и ничего делать с собой не хочу. И все это как раз таки и будет приносить свои плоды и покаяние будет подобно тому, как два человека идут в школу. Два ребенка. Один ребенок идет в школу нерадивый, неподготовленный и он думает, как бы так сделать, чтобы меня сегодня на уроке не спросили. Может быть пойти мыть тряпочку, которую доску вытирать, может быть еще какой-то предлог найти для того, чтобы меня не проверили, что же я знаю. А второй бежит, не ждет, не дождется, когда же его спросит. Он все сделал, он приготовился и он готов к тому, чтобы показать, что он действительно усердие проявляет, старается дома, работает. И вот человек, который действительно желает исповедовать свои грехи, раскаивает своих поступков, он подобен вот этому человеку, который приготовился. И он ждет, не дождется, когда же он сможет этот рюкзак своих страстей и грехов скинуть. А мы с вами ходим и предметы переставляем с места на место. Вот наша душа в подобной комнате, которая в течение долгого времени убиралась. И мы туда заходим раз в год перед Пасхой и начинаем там тряпочкой, что-то растираем, растираем, вместо того, чтобы взять швагру и серьезно начать работать. И вот мы там видим и создаем работы. Вроде бы что-то и движется, вроде какие-то движения есть, а на самом деле грязь поныне и там. И никакого духовного изменения и очищения не происходит. Помоги нам всем Господи приобрести истинное, настоящее покаяние, награждаемое Богом. Серафим Саровский нам показал с вами о том, что не надо рассчитывать и ждать, что мы трудимся с вами и ради этого труда дальше Господь нас наградит. Серафим Саровский с вами, примером, показал, что рай есть на земле, в околоте, когда человек действительно чувствует себя рядом с Богом. И жизнь действительно другая. Мне очень понравилось, однажды отец Лениамин, наверняка всем хорошо известный, Лениамин Логутин, архимандрит уже. Он мне рассказал историю. Я учился в семинарии, а близко с ним общался. И он рассказывает, однажды выставка закрылась, вечером, то есть было открытие выставки, и после открытие выставки все разошлись. И одна из уборщиц стояла в семинарии с тряпкой, с шваброй, и на швабру отверглась, и стоит, и о чем-то горюет. Отец Лениамин подходит и говорит, я вижу, что у человека нужна помощь, видимо, скорбь какая-то. И подхожу и спрашиваю, Марья Ивановна, как у вас, что у вас происходит, что у вас случилось? Она, ну почему такая несправедливость? Они так хорошо живут все, а на выступ всегда приезжают люди хорошо одеты и красивые. Я говорю, ну почему они так хорошо живут, а мы так плохо скорбим, тут мучаемся, страдаем. А ведь я с Вениамин уж ничего лучше не нашел сказать, что вот знаете, они тут хорошо живут, а там-то ведь они страдать будут. Ведь они за своим всем благополучием не могут увидеть Бога истинного. И вот эта женщина оказалась очень мудрая. И она говорит, да, действительно, вы правы, они здесь хорошо живут, а там они мучатся будут. А мы и здесь мучатся, и там мучатся будут. И вот такое вот осознание, как раз таки правильное, видение себя, кто есть на самом деле. Павли, Господи. Господи, помилуйся. Господи, помилуй.